Вот так с удовольствием проводит свои будни новоиспеченный предприниматель Людмила Данилова. Совместить приятное с полезным она смогла, открыв собственный детский центр. Самостоятельно изменить свое материальное положение помог стартовый капитал, предоставленный по программе адресной социальной помощи на основании социального контракта. Я узнала о том, что дают подписываться социальный контракт с одетными детьми из сюжета по телевидению. И подумала, что же чем-то можно заняться. Тем более у меня ребенок маленький. И сразу мысль пришла в голову, чтобы заняться детьми, принимать, создать группу кратковременного пребывания. Людмила подошла в управление социальной защитой и в течение месяца собрала необходимый пакет документов. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку многодетной матери, приняла решение заключить с ней социальный контракт. Получив единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, женщина начала подготовку к открытию собственного бизнеса. Закупила сначала, заказала бассейн сухой, столы, стулья закупила, игрушки закупила. А потом думала вначале дома открыть такой центр. Ну, объявление посмотрела и нашла вот помещение вот это. Это в самой минимальной цене аренда. Детский центр начал свою работу месяц назад. В группе кратковременного пребывания предприниматель, она же педагог, проводит комплексные занятия с детьми и развивающие игры. Маленькие воспитанники рисуют и лепят, делают первые шаги в познании окружающего мира. А дети постарше знакомятся с буквами и устным счетом. Так как я сама мама и понимаю вот такую необходимость, что вот иногда бывает надо идти по делам и оставить ребенка не с кем. Вот именно вот главная цель вот такая. Оставлять ребенка на вот некоторое время уже знаешь, где оставляешь, чем занят ребенок. Ну, дома если со старшими детьми я младшего ребенка оставляла, то они мультики смотрят. В этом году открыть свое дело благодаря социальному контракту смогли пять активных и предприимчивых жителей Нефтекамска. Те, кто заинтересовался таким видом господдержки, узнать все подробности могут в местном управлении социальной защиты населения по адресу Ленина 22. Анастасия Кайгородова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».